Видно, как автобус сначала стоит на остановке, а потом вдруг начинает двигаться, забирая вправо. А это уже видео, снятое внутри подземного перехода у метро «Славянский бульвар». Мы их выносили в укромные места, чтобы их стёклами не закидало и не побило всё. Я вот выносил девчонку лет 13. Люди в переходе, но ещё и в салоне автобуса трое пассажиров. Друг ни с того ни с сего даёт по газам, выезжает на тротуар. Я ещё удивился, думаю, что он на тротуар заехал сразу в переход и туда. Я в состоянии шока. Спасатели на месте происшествия уже буквально через несколько минут. Но в городе девятибальные пробки, и пострадавших приходится эвакуировать вертолётами. Пригородный автобус маршрута 818 «Сколково-Славянский бульвар» остановился только уткнувшись в козырёк перехода. Сейчас выясняем причины происшествия. Дал поручение проверить все автобусные парки, контрольные службы по выпуску подвижного состава. Дальше пройдём расследование, и, конечно, виновные должны быть наказаны. Очевидно одно, автобус двигался непроизвольно, был неуправляемым. А вот причину как раз и предстоит выяснить. В момент аварии здесь было вовсе не так многолюдно, как сейчас. Всё-таки обеденное время, не час пик, но погода примерно такая же. Снегопад, гололёд и очень ограниченная видимость. Другим транспортным средствам, впрочем, погодные условия не помешали. Наверняка есть какой-то человеческий фактор, технический фактор автобуса. Поэтому никак дорожные условия не могли повлиять. Тем более дорожное полотно в это время было чистое. Утверждают, что на рейс автобус вышел исправным. Машины проверяют по несколько раз в месяц. Водитель имеет стаж более 30 лет. В нашем предприятии работает с 2000 года. Автобус – января этого года. Во второй половине ноября был технический осмотр, обслуживание автобуса, что по срокам вполне соответствует. Пробег после технического осмотра – 7 тысяч километров. Водитель – опытный профессионал. Естественно, ежедневный медицинский осмотр с малейшими признаками опьянения. Его просто не пустили бы за руль. Я подъехал на остановку «Славянский бульвар». Это конечная остановка. У меня в салоне было три человека. И я на посадку должен был ждать ещё 15 минут. Сзади подъехал другой автобус. Я хотел подвинуться, чтобы уступить ему место. Когда я снялся с ручника, автобус поехал. Я делал всё, чтобы остановить, но он не остановился. В автобусе коробка-автомат, поэтому ничего не смог сделать больше. Водитель задержан. Его сейчас допрашивают правоохранительные органы. Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно началось самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить транспортное средство, тормозная система не сработала. И назначен ряд судебных экспертиз. Расследование продолжается. Около 200 спасателей, почти 60 единиц техники, полиция, коммунальщики. Автобус нужно было оперативно вытащить и увезти. Всего было извлечено 7 человек. Из них 4, к сожалению, погибших. Также не допущено было возгорание данного автобуса. В настоящее время придётся завершена. Московские власти обещают, что всем пострадавшим окажут бесплатную медицинскую помощь. А семьям погибших выделят денежные компенсации, размер которых сейчас устанавливается. Продолжение следует...